и вода какая-то жидкость блин или чуть такой ухи чуть такой жидкость какая-то блин кого я засуну ваточку подашь ваточку сейчас досижу в эфире поштам наличь надо не месил да зачем мне у меня вам тоже мама тоже гордними силы выпей да уже куда антибиотик упонул это может быть зуб больной отдает в ухо тебе в голову там ничего не отдает ты думаешь в 37 лет не понимаю когда болит зуба когда ухо интересный тоже начало конечно с тобой весело было бы и такая чуть-чуть чихнула бы химию уже проходила бы терапию масло растительное нужно залить а я понял вас мои золотые послушайте вот эти все ваши методы старорусские вы оставьте их себе на сегодняшний день мы живем в такое время когда лекарственные препараты позволяют человеку не прибегать к этим быть методам народным все дал давным-давно уже все все съели переживали и высрали понимаете виде лекарства и антибиотиков выше со своими 1 ты знаешь вам что меня одна сегодня сказала у тебя не растут герберы здесь нет man герберы не растут у тебя сказала взять в ухо засунут герберта пройдет все он высасывать что-то а в задницу этот камыш засунуть ставить яйцо катать и чё а ну да вроде легче становится катаю вы накатал яйцо яйцо горит катать вам что там за матершины какие-то клипы смотришь чё вы джеря кузин мама у нас есть этот мать вишневского надо сейчас все ты уже выпил лекарства куда машине машине вишневска если у тебя нарывает что-то а герань а этот может не надо тоже выпил таблетку ты закапал я пойду короче стаканчик на пищу мам а ты мне через лейку вот это вот и зальешь туда кошмар врач на враче врач на враче и из сырая картошка хорошо помогает когда во время голода в основном и когда воды нет горячая доме света и газа тогда сырая картошка поможет вам не сдохнуть я понимаю что вы хотите помочь все прикольно но это это уже конечно весело же можно клинику открывать да понятно что с моими можно все открывать с моими вообще можно открыть все чтобы все все что душе угодно так болит ухо катать яйцо ну давайте жена бумыча интервью прикол что это за бумычка такой бумычка только жена его я так болит ухо катать яйцо смотрим смотрите смотрите вот это вообще чудо-юдо блин точность и первая помощь при болях в ушах советы родителям 399 тысяч просмотров ну давайте здравствуйте приветствуем вас на канале союз и все ирина валерьевна ну тебя это у меня от тебя второе ухо заболело голос такой неприятный так яйцо боль в яичках причины самодиагностика блин я не могу понять что мы делаем смотрите боль в яичках а вбил болит ухо катать яйцо и что как снять боль в ухе в домашних условиях да тут на советы лучшее средство от инфекции в ухе физика против гайморита на лучшее натуральное средство часть иззади немножко лучшее натуральное средство от отита болит ухо у ребенка нет где болит ухо взрослого человека евгений грин почему болит левое яичко ну давайте посмотрим причем посмотрите на него но у него реально у него у него у него оба яйца болят но посмотрите на него башка такая огромная не могу понять что с ним почему болит левое яичко связанные с нашим физиологическим строением у нас есть косяк физическом теле какой нос на системе есть у нас левая почка она чит чистый сетевик чистый сетевик сейчас он начнет вот отсюда палочки вертеть вниз и говорит приведите еще трех больных с левыми яичками те еще по 3 приведут те еще по трое и у вас будет пирамидой вы уже с каждого последующего с больными яичком будете зарабатывать деньги вот даю слово часа насчет это кто она так и знал какая брат какая проблемка в том что у тебя воротник пуговицами пристегивается это проблемка но хз блин давай послушаю справа так мужики все проблем не будет с правым проблем не будет все мы сегодня за левая сосуд сосуд я думаю что ты это делаешь частенько дальше правой то нет уже потому что по твоим советам лечили правое яичко и лишились ноги человек лишился но лево еще заболела лево еще осталось все видеть как я и сказал видите он лево не нарисовал ногу все человек без ноги понятно дальше кто поднимает лифт ты посмотрел так часто слова сосуд не знаю все это проходит через снабжение вы вообще поняли какая сумасшедшая нагрузка идет на лево яичко мужчины то есть у нас от левой почки лп так прямо это левая почка вот такая она у него прикол кровь идет видите ровным идет ровно проведен видимо газпром старается трубы четки вниз идет смотрите кровь проходит через левое яйцо и попадает в ногу то есть получается по его рассказам вся кровь который попадает к нам в ноги она идет через наши яички так а ребята нет с левой почки идет вниз в яичник потом в ногу потом с ноги возвращается этой крови опять через левое яичко ну понятно на левое яйцо нагрузка такая сумасшедшая ничего там что не могу насосы стоят конечно заболит блин видите он уже короче во время интервью он уже чуть-чуть охамела в начале яйцо назвал яичком а уже яйцо но видно же посмотреть оскал какой но тигр блин альфа-самец альфа у него и воротни и рукавчики пуговичками пристегнуты ты же мой сладенький мой яну хлебальник у тебя конечно брат но слышали дурацкое соединен соединение создано эволюции сотни тысяч лет создавалось то что он сейчас назвал дурацким соединением брат за тобой выезжают какая брат какая проблема с выбором нормальных обоев проблема но она уже наступила назад уже нет дороги короче а по им нет яиц нет проблем да точно наибарва похож о у нас электричество красавички в левом есть мужики все больше не платим за электроэнергию бабы подключайтесь к нам яйца мы при заряжать свои айфоны и ребят резкие рези могут возникать слышал бы это резник блять елочку рисует новый год к намщится варикоцели да варикоцели это когда фамилия грузинская да по то варикоцели нет не похожи какая какая штука ты штука какая штука назови правильно какая штука я возмущен твоем интервью кто ты блин еще и тезка а все короче вообще ничего не понятно но максимально интересно было значит ребята что мы выяснили мужчины по большей степени обращаясь к вам что мы выяснили благодаря евгению грину почему болит лево яичком значит мы выяснили что там какая-то штука через вот ту штуку и там еще много толстых нервных конька чан еще и малых в общем кровь из почки идет вниз через эту штуку через яичник попадает в эту штуку и какая-то фигня потом по ноге вниз и получается обратно циркулируется вверх опять через яичку вот эта фигня встречается там на пересечении вот этих других фигень ну и в итоге получается сумасшедшая нагрузка на левое яичко по итогу и нога болит и с яйцом проблемы и с хреном уже проблемы и жена уже бросила и дети вышли замуж отказались и лежишь ты один с этой хернёй и больными яичками женя низкий поклон я так и не понял мои золотые но нет на ютюбе я яйцами никто ухо не лечит еще и тупой а еще и тупой среди да 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 еще и тупое соединение так ну понятно понятно так как выкатывать болезнь на яйцо ребят вы слышали оказывается если у вас что-то болит вы можете с помощью яйца всю эту боль втянуть в него ну выкатывать слышите как выкатывать болезнь на яйцо как использовать два яйца для полного исчезновения боли в коленях и ремонта суставов ну просто как использовать для двоится для ремонта двигателя в автомобиле как выкатывать болезнь яйца зачем это делать смотрите это видео вот он братишка наш доктор комаровский пишет когда при боли в ухе нужно срочно к врачу он пишет что не нужно срочно врачу нужно брать яйцо и выкатывать не пренебрегайте столь простым методом для исцеления своих родных такой простой способ может помочь вашим близким здесь отношения между мужем и женой ребята у нас тут отношения подождите этого человека от большого количества негативной информации если вы думаете что на бассейне вы ошибаетесь ежедневные ссоры ежедневные стрессы конфликтной ситуации даже обычная поездка городском транспорте несет чего кто-то посмотрел на вас недобро потому что сто двадцать четыре тысячи просмотров вообще понимаете у нас сто двадцать четыре тысячи я сто двадцать еще там какой-то с ума сошли как убрать боли в правом яичке но ведь все понятно я думаю что там опять же через ту же самую фигню в ту фигню все это понятно может выяснили но же никто там на тебя походит это егор это сын маминой подруги болит ухо у ребенка ухо ухо лечим народными средствами понятно вот поэтому тебя 906 просмотров ты три года назад это выложил диана сделала пирсин в тайне от мамы интересно так давайте другого просто дадим ма лень маленький пищун что делать так смотрим что делать три способа увеличить член мужики поближе к экрану понеслось потому что вам придется делать это каждый день на протяжении всей своей жизни старков ржет но судя судя по тебе народ то у нее маленький да смотрите вот сейчас у нас сладенькая моя ну-ка расскажи нам о размерах члену я прям поймал четенько да но сейчас она начнет рассказать о том что 12 это вообще потрясающе 17 это уже перебор смотрите очень может латкой ну о каких размерах ты можешь говорить ну что с тобой помогите брат не знаю на риман чуде заметить статистический мужчина имеет длину члена которая составляет 15 сантиметров при этом важно отметить что длину члена надо мерить от машинки до конца головки полового члена от машинки от машинки до конца города ты с ума сошла если я буду мерить от машинки я не знаю там у меня у меня как четыре черепашонки будет от машинки если мошонка это но глупость какая-то значит у меня около 48 маленький писюн давайте чуть-чуть другой вопрос зададим большой писюн что делать большой большой писюн что делать надо решить это что делать если у тебя большой научпок позору нет тигр опа опа средний но это интересно это может даже не скачешь по лесам с копьем наперевес и демонстрировать свое хозяйство как символ маскулинности вроде как не нужно но размеры того самого тебя все-таки сильно парят история хочу большой член стара как мир а девушкам проще найти жизнь на марсе чем парня довольного своими габаритами и куча исследований это подтверждает я довольны под руководством константиноса константинидиса президента международного института андрологии выяснили что 8 из 10 мужчин мечтают иметь 56 немецких мужчин решить писал член у тебя столько трех размеров большой гигантские и такой огромный британские ученые из королевского колледжа а вы знаете кстати вот если реально самый большой вот каждый мужчина мечтает о большой пушке да никто об этом что за глупости какие-то ну это бред полный мне нет я ни одного не встретился у меня нет ни одного друга который бы мечтал о большой пушке для чего что он на войну с ней пойдет или что такое как кистадоры будут подплывать берегам россии по черному морю и надо отстреливаться и что там и больше пушка тем лучше бред какой-то бред вот вот бред вот послушайте меня бред бред мужики подтягивайтесь бред бред просто полный бред бредятина кончелыжная ни одна норма я не встретил еще и тоже ни одно вот ни одну женщину которого сказал я люблю огромный все это полная ерунда женщинам нравится размер от 15 до 19 сантиметров это средний это но чуть больше стандарта больше среднего до 19 17 18 вообще идеальная история все что больше 20 это уже женщин напрягает им уже становится больно некомфортно они уже не получают удовольствие ты сам тоже какой-то такой легкой растерянности поэтому это полная чухня не слушайте не верьте что мужики мечтают об огромном это все полная ерунда извините на самом деле бред просто это что как ведро в стакан надо знаете 20 сантиметров чтобы она что умерла на тебе что-то за кукольный театр насадить вот так и и помереть потом поедешь по этапу его пушка почти полметра в длину 25 сантиметров диаметре а весит более килограмма по словам самого роберто латинской культуре чем длиннее у тебя тем больше ты матч именно поэтому когда мужчина был еще совсем подростком и вместо пушки у него был пистолетик он был одержим своим размером и всячески пытался его увеличить растягивая его с помощью гантай сейчас мексиканцу 55 лет и он признался в том что его жизнь это не не так что его жизнь пойдет он не может работать из-за того что его аппарат прямом смысле до колен мужчине пришлось получить фигня полная в леруа мерлен работает в каждый день воруют шланги уже дома там не знаю там забор из них сделал короче ну вот он да вы делал вас что я могу сказать поэтому девчат не верьте все это полная чушь вообще полная чушь мужчины не мечтают об огромных размер все мы у нас вообще все очень просто есть просто категория мужчин которые не могут перейти грань смирения вот то есть мужчину которых там 12 там там 11 сантиметров и просто с этим смириться не могут и связи с этим у них огромнейший комплекс на протяжении всей жизни но как как правило они в любом случае найдут партнершу которая будет устраивать все что там у него там между ног ну а так я считаю что 17 18 там это это очень четенько ну это вообще кайф кайф я так рассуждаю как баба вот же жаня ты не ребенок на заднем фоне не ребенок у ребенок уже 43 года человек так ну в общем такие дела блин девчат знаете что я думаю на я думаю что надо выходить это каждый стрим в youtube и смотреть всякие ролики дурные и озвучивать их короче чушь чушь полнейшая не верьте не видеть а вообще 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 открою вам тайну мужчина должен уметь не только работать членом он должен уметь работать всем что лежит под рукой и всем что дала ему природа самое главное для мужчины это чтобы вы работали мозги и тогда размер будет абсолютно не ухаки хорошая идея только вечером до антибиотика макси лав слушайте но на самом деле стрелять перестала но дискомфорт остался то есть у нее не убирает спазм что-то не за праздник сегодня сегодня день города нет мы долго уже его открывать ой а только сказал что не стрелять опять застреляла на нечисто закапаю лягу на бачок покручу свой кабачок и и что лучше больше или меньше брат лучше серединочки точно не соскучишься атикава типа типа за понимаем все мне пишут про этот атипак мы реально не топом взяли дали нормально тоже да а сегодня день торговли женщины с низкой социальной ответственностью с праздничком вас сегодня день торговли вот это да мама сегодня суббота да все мои золотые я всех поздравляю с выходными днями рабочая неделя закончилась всем мужчинам всем женщинам мяу-мяу все обнимаю целую буду лечить ухо потому что это не дело оно сильно отвлекает не дает мне полностью раскрыть свой потенциал в плане юмора харизмы но и всего чего вы так сильно любите хорошего дня вам и